каким было твое детство о карлик могут держаться 1 миллион ты заработал социальных сетях я с детства читал forbes ну я никак себе не мог представить что я там вода москва лучший город на земле какой-то собянинский блогер дизлайк на этот видос ладно ладно лайк на этот видос сопли черные слюна черные уши черные вот такая работа пыль да ты пыль это дно днищенское это дно днищенское днищенское сейчас обо меня узнаем вся страна и все режиссеры страны будут про меня писать кино дайджест привет друзья меня зовут ярослав бабушкин это forbes дайджест и мы на красной площади я всегда мечтал записать здесь стендапы в туристическом маршруте эта локация обязательная здесь можно сделать множество эпичных кадров у многих здесь захватывает дух и плечи расправляются люди часто дают себе какие-то фундаментальные обещания именно на красной площади как это сделал наш сегодняшний герой алексей савко актер блогер и тиктокер один из лидеров рейтинга самых богатых тиктокеров россии говорить мы сегодня будем с человеком небольшого роста по научному его особенность называется ахондроплазия родился он в белорусской деревне пархимовцы населения которой меньше тысячи человек по крайней мере так говорит википедия дети жестоки и в юном возрасте алексею савко приходилось терпеть многочисленные насмешки из-за низкого роста одноклассники издевались над ним он мало общался с ровесниками стеснялся себя но со временем превратил свою особенность преимущество сначала лёша доказал всем и в том числе себе что он сильный занялся спортом да еще каким пауэрлифтингом достиг там немалых высот при росте 136 сантиметров лёша жал 135 килограмм от груди позже лёша стал миллионером конечно сейчас быстрее всего это можно сделать с помощью социальных сетей в частности китайского приложения тикток там он быстро набирал аудиторию и одно время даже считался королем тиктока в русскоязычном сегменте его короткие смешные скетчи набирали миллионы просмотров 23 годам совка успел сняться в нескольких сериалах но настоящую славу ему принесли видео зарисовки в любимой соцсети подростков тиктоке совка по оценкам форб зарабатывает на блоге более двух миллионов рублей в месяц в нашем прошлогоднем рейтинге тиктокеров он занял третье место в прошлом году он заработал только в тиктоке около пяти миллионов рублей и это не считая остальные доходы за пределами китайского приложения лёша привет по здорово как дела отлично как у тебя просто супер почему мы сегодня в этот замечательный зимний день здесь без шапок на красной площади в минус 20 без шапок потому что мы не слушаемся маму это плохо слушайте своих родителей уши уже отмерзли а мы на красной площади потому что здесь начиналась москва здесь был был тот момент когда я дал себе слово во что бы то ни стало сюда переехать приехать и реализовать себя как настоящий иммигрант да нет как настоящий мечтатель который просто верил в то что все будет классно что это место значит для тебя красная площадь почему ты нас сюда привел в этот зимний день значит 14 год мы с сестрой приезжаем мне 17 лет сестра моя является сопроводителем чтобы я мог из беларуси выехать в россию я уже тогда будучи в гродно максимально мечтал о москве но никогда в ней не был два дня мы были в москве первый день у нас были съемки потом второй день какое-то время у нас было для того чтобы посмотреть что такое москва и каким-то чудообразом мы разобрались как приехать сюда как значит оказаться на красной площади я увидел вот это все весь невероятный масштаб как который когда-то я видел по телевизору и в открытках там в разных тетрадях я еще больше убедился что я хочу здесь быть что я хочу здесь находиться типичный турист приехал завтра да 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 абсолютно классика жанра что я хочу как минимум сюда сейчас переехать 17 лет ты только заканчиваю школу и ты не понимаешь когда ты здесь окажешься и мы вот здесь прямо тут да только чуть-чуть туда глубже вот здесь стояли вот я здесь стоял ну только туда чуть на фоне музея я короче вот туда смотрю там есть ты где есть фотография у меня значит такая есть вот такая сестра меня фотографировал тогда еще фотики были такие помнишь ну с кнопкой телефоны там плохие были и я давал обещание чтобы это не стало сюда приехать и реализовать ну чё подышали красной площади давай дотронься дотронься а ты тоже так вот делает нет я так не делаю удобное кресло невероятно удобное спасибо за предоставленные удобства и комфорт ты же переживал да что будет почему я думал что мои ноги будут вот так висеть вперед и у меня они отекут и мне будет неудобно так и невероятно сижу супер комфортно правда что богатые родители зовут тебя регулярно на мероприятия чтобы провести праздник для их детей в образе тиреона ланнистера из игры престолов это не только ланнистер это ну то есть все герои которые существуют и скажем так немного фриковые все хотят чтобы я надел на себя костюм все хотят меня увидеть на каком-то мероприятии это какие какие-то закрытые движухи там днюха восьмилетнего ребенка супер богатого человека и вот там алексей здравствуйте так и так но сейчас это появилось два года назад 2018 год у меня взлетает тик ток октябрь месяц у меня взлетает тик ток в ноябре выходит по тнт сериал улица с моим участием и на почту первый раз прилетает предложение достаточно сомнительное а денег нет от слова совсем вот прям ну вот нет денег и там сумма типа 200 тысяч рублей это это невероятно были ну типа это просто невероятные деньги были и нужно приехать примерно часок занятость забирает водитель ну ладно три часа я я не успел подумать как на почту начали приходить новые предложения а для меня это табу я не я не я пусть вот это будет история но меня никто не увидит в костюме гнома мне говорят вопрос денег но если прошло там два с половиной года и как бы я не вписался в это значит как бы все таки есть у меня определенная принципиальность начинает сыпаться бесконечное количество предложений на почту с абсолютно разными ценниками и суммарно там если посчитать от двух до трех миллионов рублей вот вот в месяц типа вот если вот во все вписываться и это невероятная была ночь когда я пришел значит спать лег и просто вот так вот лежал в потолок смотрел это как бы либо переходишь на сторону дьявола туда куда ты не хочешь и как и у тебя в принципе в жизни сразу становится все равно норм потихонечку 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 либо ты остаешься верен своей позиции потому что если я стану если я где-то появлюсь костюмы в костюме гнома я мгновенно буду гном я уже перестану быть лишь совку люди этого не понимают но я очень хорошо знаю как устроена жизнь необычных людей это был это был сложный выбор психологически это невероятно сложный был выбор но я сегодня горжусь тем что я не вписался и на сегодняшний день я не вписываюсь в эту движуху как правильно называть людей с твоей особенностью то есть как это человек маленького роста карлик чтобы мы в ходе интервью это корректно говорили я инвалид инвалид да у меня есть удостоверение инвалидности и там написано инвалид 2 рабочая группа х рабочая какие у тебя есть ограничения я не знаю то есть ты можешь пойти устроиться там на обычную работу скорее всего в ресторан в банке я думаю да ну там за компьютером работать я думаю да но например чтобы я сел в танк и начал там ну как бы ехать на танке или автомеханик я думаю нет они скорее всего боятся что меня там придавит или что-то не дотянусь то есть какие-то работы с физическим трудом которые могут мне быть некомфортны какой тебе диагноз ахондроплазия что это я не знаю я не загонялся типа а что такое хондроплазия про детство я родился есть люди у которых сколиоз то есть когда спина ну дугой вот такая а я родился у меня был вот туда спина внутрь то есть в пуклы то есть грудью вперед да даже не грудью то есть как-то но если вы найдете в гугле вот за расчетом картинка появилась покажем да вот она дайджест город для тебя вообще удобное место москва лучший город на земле вот вот я не был тут типа я не могу там все скажут какой-то собянинский блогер я приехал и сказал что москва лучше я тогда еще не какой собянин с точки зрения какой удобно ли ну вот часто жалуются то что там там города в россии в беларуси вообще во всем снг не обустроены для жизни там инвалидов разной степени я не понимаю как быть тобой я не боюсь летать на самолете но когда я становлюсь на табуретку и вижу типа как вы видите мир мне становится некомфортно я не понимаю как жить другой жизнью я супер адаптирован ко всему каким было твое детство вся моя жизнь прекрасна если сегодня вернуть время назад я ничего бы не изменил абсолютно ничего у меня очень много было всевозможных операций я бы это прошел и я бы прошел каждый вот этот смешок со стороны людей дети невероятно жесткие учитель ведет детей посмотреть кинотеатр какой-то кино то есть много детей ты идешь 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 и какой-нибудь подросток о карлик и 20 детей смотрят на тебя карлик это ну как бы 20 детей знаешь как заводилы на стадионе в этот момент уже все на тебя смотрят кто в этом т.с. находится и вот это сковывает ну это это не приют ничего себе ты подросток тебе ты молодой ну ты маленький а с какой-то 7 кто твои родители на сегодняшний день предприниматели по образованию мама преподаватель папа агроном но они обычного роста до стандартного абсолютно стандарта папа ну наверное уже стоптался ну то есть там 185 или 190 не знаю примерно как ты а мама стандартная женщина сколько рост 175 108 не 180 высоко 175 наверное сестра абсолютно стандартной ну тоже там 170 дайджест спорт в твоей жизни это же очень важное место занимает да почему пауэрлифтинг расскажу и опять таки все же началось с колена давай давай изначально расскажем чего началась твоя спортивная карьера у меня ее не было до пауэрлифтинга сперва я бегал я был активным у меня всегда были в детстве там футбольные мячи какие-то баскетбольные какие-то там луки вот эти луки ну это кстати что-то от гномов дизлайк на этот видос ну типа я был активный мне все нравилось я бегал в футбол я классно чеканил мяч двумя ногами он головой и так далее потом травма потом значит нужно что за травма колено вот это вот после футбола врач сказал нужно восстанавливать ногу я говорю что делать иди в тренажерный зал понял я прихожу в тренажерный зал покупаю абонемент и вдали вижу человека который ну вот он виден был как москва сити из любой точки москвы то есть большой короче агро просто огромный человек да там были еще другие большие люди но этот был самый огромный я посмотрел это очень много но это очень круто начал заниматься сам тренировался месяца три ну то есть лето там скорее всего тренировался 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 потом он ко мне подходит и говорит привет привет давай попробуем пожать на раз я не знал что это такое я не понимал вообще ничего этого он говорит давай я говорю давай мы жмем все он рассказал как делать он стоял контролировал я пожал 85 килограмм он сперва поздравил он поздравил я бегал там неделю в 85 у меня сразу математика такая мешок картошки весит например 50 это все белорусов так наверное мешок картошки например там 40 50 я условно полтора ну там 17 грубо говоря пожал думать ничего себе мощный потом я прихожу в зал он подходит ко мне ну что как то хорошо и говорит ты пыль пыль да ты пыль тебе да я говорю почему нифига себе говорит мужик который не жмет 100 килограмм он пыль дядя я понимаю что за большой но ты сейчас попутал берега и вну и мы начали заниматься и так у меня булешь и там так у меня был карьерный ростом пыль потом мы пыль шелухой потом зернистая шелуха потом там какая-то поджаренная шелуха и вот так там каждые пять килограмм у меня менялся ранг а потом я стал мастером спорта это тебя как-то закалило вот поднимание весов вот этот пауэрлифтинг это же жесткий такой достаточно спорта очень очень жесткий спорт травмоопасный невероятно жесткий спорт супер травмоопасный у тебя может любой момент там глаз взорваться если у тебя слабое зрение напряжение у тебя могут суставы вылететь просто к черту невероятно жесткий вид спорта но он помог мне очень сильно тоже в становлении мужика становление характера как ты медицину оцениваешь беларуси в россии я не могу оценивать по странам как я могу оценивать медицину в беларуси они мне дали здоровье в россии я здесь я здесь ни разу не обращался за медициной не могу судить потому что сам лично не попробовал на себе искренне надеюсь что не попробую надеюсь что медицина будет развиваться сколько времени в жизни ты провел в больничной палате мне 24 вот будет там через месяц если все посчитать думаю я думаю три с половиной года что это за то самое было жесткое фразами не знаем что делать у тебя была какая-то вот какой-то момент что ты полгода был в больнице насколько я знаю полгода до без возврата домой это после чего было после футбола когда у меня бахнули колено я уехал в минск и просто на полгода в командировку медицинскую заехал ну короче вот длится продолжается этот период я смотрю проект реальные пацаны и просто как-то знаешь так часика 23 ночи и у меня приходит гениальная идея а почему я не могу быть реальным пацаном а почему бы ну как бы не связаться с теми кто этот проект создала не рассказать чуваки здорово есть я я реальный пацан я досмотрел серию начинаются субтитры вы субтитры титры субтитры начинаются титры я подготовил резюме скажем так о себе и вот в титрах ну там допустим человек 50 указано знаешь начиная от начиная от генпродюсера до уборщика как она ну или там повара но я не знаю я значит начинаю вконтакте спасибо тому кто создал вконтакте павла дуров пашка дуров я начинаю вконтакте просто гуглить ну вконтакте искать не гуглить искать всех этих людей от фейков ведь много а я даже этого человека в жизни ну в глаза не видел я даже не понимаю как он выглядит я многим-многим-многим рассылаю и потом натыкаюсь на фамилию антон зайцев автор проекта и основатель кинокомпании good story медиа которая создала физрук реальные пацаны ольга и много-много других крупных проектов которые невероятными шагами шагают по телеканалу тнт я придумал сообщение закинул ему фоток отправляю полетели что было за сообщение какое-то шокирую нет антон здравствуйте меня зовут совкова алексей я проживаю в беларуси там я целеустремленный я тигр я там туда харизматичный уникальный ну и много без всяких акцентов на на жалость то что я такое лежу в больнице нет нет ни в коем случае я ему отправил сообщение лег спать я не буду утверждать через сколько он не ответил но достаточно быстро отвечает алексей привет спасибо за информацию я прочитал буду иметь ввиду я думаю прикольно сработало праздник новый год улала всех с новым годом 8 января ну там ночь седьмого на 8 января мне приходят сообщения от антона зайцева вконтакте алексей привет есть для тебя задание прочитать анекдот прочитать стихотворение что-то там еще прочитать в таком духе я сижу мол ну типа удочка как бы клюнула я за я бегу к сестре в этот же день я бегу к сестре даю телефон какие-то анекдоты в яндексе за забил там вы выдала мне мы записываем я отправляю полетели я говорю что 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 ну как бы есть какая-то мысль он ну там давай пока давай проходит полгода май уже семнадцатый год вру май четырнадцатый год четырнадцатый год май четырнадцатый год я помогаю маме на улице прихожу домой смотрю пропущены какой-то номер российский ничего себе мне кто-то из россии звонил я захожу вконтакте а там сообщение от антона зайцева алексей привет я хочу тебя пригласить на пробы в москву я в этот момент вспотел за секунду ну ну ты понимаешь ситуацию тебя ты школьник вообще никому нужен одиннадцатый класс да это одиннадцатый класс нужно поступать там все парятся что-то к ct в россии г в беларуси ct готовится все к ct москву поехал покорять я сгонял туда там саша рева сереже мизинцев участвовал ольга лапшина софи рейзман все все известны и я залетаю пятнадцатый год я прилетаю уже на съемки пилота и потом все это как бы не пошел проект не пошел проект ты наверно тогда расстроился максим максимальную типу жизнь просто рухнула прошлом году мне звонит антон зайцев и говорит лег и полу негов покажут по телеку прикинь история шести лет его заморозили там потом а вы через целый сезон сняли нет это было сильно сам проект полностью там 25 серий не не было но но пилот показали и уже сейчас то можно открыть меня посмотреть супер молодого худого у тебя есть клише по ролям то есть какой-нибудь там постоянно вот опять у разный карлик-бандит а типа вот это вот вот это вот нищенская история постоянно приходит не пишите мне не важны деньги в этом вопросе просто не пишите хотите хотите доказать что деньги важны в этом вопросе попробуйте доказать не важны деньги в этом вопросе ну типа это это дно днищинская еще какое слово днищанская вот это дно днищинская днищанская вот эти вот карлики-бандиты и там гномики которому кто-то дал потом кто-то кого-то изнасиловал потом кто-то кого-то там ну какому ребятам кому напишите напишите посмотрите на почему у тебя нет стендап про карликов еще почему это же дико смешно я просто я не знаю я не могу сдержаться стендапер вот то есть я по собственно завел все эти сети для того чтобы ну первое я понимал что я нахер никому не нужно не нужен там на работе я должен сделать себя сам что я умею я умею играть проигрывать проживать разные роли я не нужен никакому режиссеру значит ха-ха я сам начну снимать видос я их начал снимать вот поэтому я туда как бы зашел а ну и мне никогда не было типа я тик токи вот этот список который вы опубликовали мне всегда было в я с детства читал forbes с детства и мне бы я не визуализировал что я там буду но но я визуализировал ну я никак себе не мог представить что я там вот как тик токер тик токер ну то есть у тик тока не было просто ты дружишь с семеном слепаковым нет мы не дружим но мы наверное можно сказать на связи как с ним познакомился это еще было в гродно да да это был меня пригласили на пробы сериал домашний арест который вышел а этот наш умеешь который сериал до домашний арест который появился значит на тнт и меня пробовали на одной из ролей но там так случилось что они мне сказали типа 99 процентов что параллельно прилетает приглашение заняться очень большим спортом войти в состав паралимпийской сборной то есть там были было очень много шансов начать готовиться на паралимпийские игры развиваться в этом но я тогда относился к спорту прям прям ну я жил этим горел этим и так далее и у тебя выбор ты либо либо у тебя прям здесь классное предложение по спорту либо ты все-таки я же москва 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 телек 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 тнт 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 я выбираю тнт выбираю семена в этот момент я сгоняю вес 72 килограмм мне сказали все окно ты огромный я сгоняю вес 72 килограмм на 56 а это для спорта губительно это губительно это у тебя все силовые показатели падают ну да я сгоняю вес буквально за 10 недель и и собственно меня не берут потому что изначально это роль эту роль предлагали для другого парня который вот тебе и москва спасибо семена и всем кто меня не взял это была отправная точка туда где сегодня я не смотивировала кстати говоря тот отказ или ты просто нет абсолютно и в паралимпиаде не абсолютно там было ощущение как будто разрушилась просто жизнь ты все рухнуло ты понимаешь что что-то произошло большое плохое у тебя есть такое какое-то мнение что этот парень сейчас появится на телеке его узнают вот как я раньше думал что когда про тебя все узнают под тебя будут писать кино и я тогда думал что я упустил я дал шанс конкуренту ворваться туда где должен был быть я и потом я начал думать так я должен попасть на телек раньше чем он и обо мне должны узнать раньше чем о нем я попал в сериал грант и параллельно начал заходить в индустрию через участие в войнах крупных инстаграм-блогеров часто когда хочется совершить рискованный поступок пять минут до выхода голову сушить не буду ну и дура зима на улице бушку нахрен отморозишь появляется твой маленький страх парень симпатичный может познакомиться чего ты себя в зеркале видела правда не очень с таким уродом как ты вообще никто не будет знакомиться и семён слепаков поступил невероятно круто когда он мне позвонил лично и сказал лишь знаешь мы тебе ну так долго голову морочили прости бы типа или хочу извиниться от лица всей нашей команды мне позвонил семён в беларусь там школьнику какой-то был момент в сми где попытались как-то перевернули историю так что я к слепакову плохо отношусь нет у меня бесконечное уважение к семену мне его содержал когда сейчас его хейтили да да за пост о том что он написал что на митингах не только омон себя ведет некрасиво да 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 то но и есть возрастующие буйные да 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 я к семену с невероятным уважением отношусь ты же первый миллион свой заработал на тик токи да ты бы вряд ли вы смог заработать в гродненском театре безусловно я бы вы никогда там не заработал но никогда ну ладно ну там типа под сто лет если бы я не умер сто лет то скорее всего а давай подели миллион хотят что за математик ну ладно в отделе отделе миллион на семь с половиной тысяч рублей это зарплата актера в гродненском театре скорее всего если я туда-сюда 300 рублей 133 месяца 10 сколько делим на 12 на 11 лет это если не есть подворовывать картошку мне никогда не нравилось что я там типа тик токи я достаточно что ли да не обидно я актер снимающий видео я еще когда только свое первое инстаграм видео снял явно типа я актер я завел свою страничку я актер убить почему я вообще вообще в эту всю кухню полез у меня какое было понимание сейчас обо мне узнаем вся страна и все режиссеры страны будут про меня писать кино а режиссер это считают что а ты как бы не формат ты не можешь играть все роли понимаешь себе требовались какие-то изначальные инвестиции для всего своего творчества и своих проектов или ты начинал прям с нулем в кармане клёво вложить 0 достать миллион это прикольная история бизнеса есть тебе деньги вообще не нужны были ну как тебе сказать даже тот же тик ток это какие-то главные инвестиции это iphone 7 плюс в то время тогда уже всех были десятки а у меня был iphone 7 плюс вот и я на него наснимал по моему 4 миллиона подписчиков или там четыре или 5 я не помню что такое у меня 11 появился в прошлом году вот этот который 11 про мне было прикольно что я со старым телефоном всех нагибает то есть это знаешь как во двор приходят люди в дорогих кроссовках а ты школьник босиком их выигрываешь вот это примерно такая же история была пройти про телефон сентябрь восемнадцатого года я сижу с корешем в кальянной на чертановской по моему чертановская да есть метро здесь вот там сижу мы составляем список всех кто круче нас и ровно вот с момента начала через 365 дней я становлюсь номер один вот это была крутая история вот это было интересно вот это было прикольно сейчас это интересно сейчас мне интереснее заниматься другими людьми мне прикольно наблюдать за их какими-то достижениями мне прикольно себя переживать когда у нас что-то не получается я к ним на аккаунты там проверить типа как у них дела захожу значительно чаще чем к себе я к ним на съемки езжу чаще чем к себе давай поясним вот люди просто не понимают каким другим людям о чем ты вообще говоришь из чего сейчас складывается твой доход вот ты как актер в социальных сетях спасибо что ты так сказал что еще актер в социальных сетях продюсирование если так можно это назвать и учишь людей снимать тик токи приходишь ты и говоришь я не понимаю ничего но я хочу я говорю ок что ты хочешь делать в тик токи то есть твои как бы твое видение тебя в тик токи что ты про что ты хочешь рассказать какой контент и хочешь ты рассказываешь я эту друг другу заметочку записал ухожу забрасываю креативщику своему он думает я думаю связь компания продюсерска как она называется никак совкопрод я сидел типа совкопрод то есть ну просто как бы какая-то типа там образовательные курсы а сейчас их нет это как пришла идея с инфокурсом собственно сразу клеймо инфо цыган нет бам вот так нет 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 это восемь абсолютно честных видео уроков которые я не выходя из 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 дома сидя на кухне писал сперва все свои мысли потом отдал редактору чтобы он это все как-то структурировал потом мы улетели в сочи и там несколько дней это все снимали прямо не спали не ели снимали это это абсолютно не не на секунду не какая-то обманутая история я создал свой авторский курс которым поделюсь главными секретами своего успеха на платформе tick tock люди спрашивают лёг что такое tick tock как это работает и постоянно ты должен всем отвечать так нужно сделать что-то что ответит на все вопросы всеми сразу прикольно мы это сделали короче было лень отвечать всем и тут лень двигатель прогресса по большому счету да я читал что вот там курсы у тебя были за одну две тысячи рублей насколько я понимаю скорее всего персональной консультации ты берешь человека и за 200 400 тысяч рублей его ведешь примерно правильно консультация это другое расскажи что такое tick tock как это работает что за алгоритмы час мы общаемся это одно а или лишь у меня что-то произошло больше не прет давай разберемся все мне вплоть до того что дай доступе я пытаюсь там разобраться на пару дней сижу там сравниваю первое время когда это происходило бы это было необычно взрослые люди интересуются что они tick tock и себе заводит в том числе чем-то еще ты занимаешься вот я знаете есть стартап приложение kiss and пульс который якобы измеряет абсолютно скачали чисто скачай и ты сейчас измеришь это мобильное приложение которое измеряет пульс благодаря ну синхронизации собственно через вспышку в айфоне там какая-то какой-то механизм есть ты прикладываешь закрываешь линзу закрываешь линзу там измерить пульс в чем прикол там можно написать как бы свое обстоятельство я там позанимался сексом как измерить пульс я похавал измерить пульс я даю интервью измерить пульс я лечу на парашюте там или при приземлился измерить пульс у тебя это все сохраняется в историю по твоих пульсов и ты можешь с этим делиться с друзьями Но там фишка. Какая-то пенсионерская история. Моя бабушка посмотрит, она точно скачает. Давай подытожим. Какие у тебя источники дохода? Вот просто перечисли их там. Тикток, консультации, проекты под ключ для людей. Вот эта штука, приложение тебе деньги пока не приносит. Это пока только забирает твои деньги. Это как бы, вот буквально мы недавно это запустили. Это невероятно что-то новое. Мне нравится в новом разбираться. И собственно, ну то есть, нет, я сегодня ничего не заработал еще. А какова у тебя была первая работа? Вероятнее всего, я не помню именно точно, но вероятнее всего, либо едет трактор, поле, едет трактор и ты идешь, собираешь камни и бросаешь значит в прицеп трактора. Трактор белорус. Сто процентов. Сто процентов. Это, ну то есть, либо самая первая, либо одна из первых. Также была работа поле, колоски, ну там что-то посеяно, значит. И ты идешь с ножницами и обрезаешь, что-то там обрезаешь, но что именно, я не знаю. Но мне это было супер некомфортно, потому что урожай как бы хороший в Беларуси, а я маленький, мне раздражение было. Ты ходил внутри этих колосков прям полным ростом? Да, да. То есть все люди, они как бы... Да, да. А ты вот так вот... Да, да. А самая лютая работа была, прямо вот с точки зрения физической. Знаешь, что такое зерносклад? Ну я предполагаю, это склад, где складывают зерно. Там что-то сушат, перерабатывают. Я не знаю, в чем логика была этой работы. Ну, то есть я не помню. Мне наверняка тогда я знал. Ты заходишь в какой-то ангар, где очень темно, то есть нет света. У тебя есть лопата, у тебя есть лопата. И... Либо мусор там какой-то, ну с точки А в точку Б, мы этими лопатами, либо вот эти зерна мы куда-то там перегружали, не знаю. Но ты вот туда зашел, там работаешь, а потом выходишь, у тебя глаза, как будто ты в печь, в русскую печь засунул бошку, у тебя все просто черное, сопли черные, слюна черная, уши черные, глаза черные. Вот такая работа. А почему все с сельским хозяйством связано? Не знаю, наверное, потому что у меня папа был к этому причастен. А, у тебя папа то есть из сельского хозяйства? Да, он, ну, то есть это как раз те годы, когда он, собственно, этим всем и занимался. Ну и он мне показывал, что значит, как бы в труд... Труд, что такое работа. Да, что такое работа. А не тиктоки ваши. Как ты оцениваешь вот свое образование? То, что ты не просто там закончил школу и стал блогером, или как многие тиктокеры, даже школу не заканчивают, там, известные. школа, в университет поступать. Всякие кружки, вот это вот все я не хотел, потому что я знал, можно сказать, что будет какое-то... Буду заниматься блогингом. Блогингом. Блогинг. Буду заниматься блогингом, да. Блогингом. Блогингом. Не важно. Буду блогером. Мы брали у таких интервью ребят. Ты, получается, и в колледж пошел, окончил его, даже отработал год. Тебе это помогло как-то в жизни? Практические предметы, да. Устные предметы... Ну, надо, я стал чуть-чуть умнее. Говорят, что там образование бесполезно, всему можно научиться с помощью каких-то курсов. Ты, между прочим, как бы ходил и на актерское мастерство и развивался как-то академически, скажем так. Я по образованию актер театра кино. Мы живем в период, когда высшее образование, по большому счету, если ты хочешь саморазвиваться, оно не нужно. Но если ты хочешь устроиться в «Газпром» на какую-то должность, я не знаю, какие там должности есть, на какую-то... Владелец газа. Владелец газа. На какую-то должность у тебя должен быть диплом. Но я сказал, что высшее образование не нужно, но я никогда не скажу, что саморазвитие не нужно. Саморазвитие нужно. Мир меняется невероятно быстро. И если ты не будешь адаптироваться к нему, мир улетит, а ты будешь вот здесь. на каком месте для тебя в жизни стоят деньги? Подожди. Семья в этом списке есть? Ну давай, вот семья, здоровье, секс, страсть, дорогой спорткар. Ладно, дорогой спорткар — это деньги. путешествия, эмоции. Семья — это всегда вне конкуренции. Это всегда будет первое золотое место. Давай честно, искренне. Сегодня, какое-то там число февраля, двадцать первый год, для Леши, Савко, деньги занимают, играют более важную роль, нежели взаимоотношения там какие-то любовные и так далее. Деньги не с точки зрения у меня должно быть много бабок, с точки зрения спортивного интереса. Спорт мне дал азарт. Вот это прикольно. Хотя, ну и у меня нет много бабок, потому что у меня другое понимание много бабок. Почему очень многим блогерам они зарабатывают первый миллион рублей, им сносят кукуху или там первые два, там три. У меня другое понимание типа успеха или даже не успеха, богатства. Богатые люди — это те, кто вот сегодня там в этих списках настоящих. Вот это богатые люди, понимаешь? Это невероятно круто. А я просто нормальный пацан. Обычный. Какой у тебя был самый максимальный месячный доход со всей твоей деятельностью? Образовательными курсами, тиктоком, рекламой? Не знаю. Вот ты такой, ого, там, 20 тысяч долларов. Ну вот ты курсы продавал, как гарантированно получать 30 тысяч долларов доход в месяц, да? Как зарабатывать на тиктоке до 30? До 30? Больше 30 бывало там? Не знаю. Ну, это, слушай, это, типа, про бабки. Ну, это как, типа, ну, это... Ну, Леш, ну, у тебя вот есть видео на канале Дымоход, где ты стоишь в цепочке за полтора миллиона рублей на фоне Порше Пономеро и говоришь сейчас, что бабки — это что-то такое эфемерное. Цепочка полтора мульта стоит. Чего? Полтора ляма цепка стоит. Полтора миллиона цепочка? Хочешь сказать, что это все бриллианты? Да. Я просто рассуждал на тему, что себе подарить, скажем так, но я решил цепочку. Я всегда хотел себе дорогую цепочку. Посмотри, в чем я одет. Нет, ты пришел интервью Forbes, конечно, скромно все приходят на интервью Forbes. Нет, почему? Мне... Я на днях разговаривал с другом, а он говорит, ты должен туда залететь в там, Гуччи или в Оффайте. Но я не ношу. Мне было интересно в свое время мне было интересно, что значит, когда на тебе шмотка там за полтинник, например, какая-нибудь футболка. Возможно, ты как-то на мир по-другому смотришь. Я сделал это. Это такая же тряпка, как и другая, ну, типа, там, тряпка за пять тысяч рублей. Я не понимаю этого. Вот. Но есть вещи прикольные. Ну, я эту цепочку не ношу уже. Ну, типа, она была и была. Лежит дома? Да, лежит, ее нужно почистить даже. Она лежит на полке. Ну, ты не жалел, что, блин, зачем я купил эту штуку за полтора миллиона рублей? Нет, это было прикольно. Ну, в тот момент это было прикольно. Это было прикольно. Какая у тебя была самая большая покупка в жизни? Что ты себе позволил самое такое дорогое? Слушай, это помощь близким. Там были, ну, у меня истории в жизни, когда мне писали родители детей, что им нужно. Есть укол стоимостью там каких-то безумных... Два миллиона долларов. Да. Два миллиона долларов его в Америке, по-моему, только там делают. Да. В какие-то такие движухи я вписываюсь периодически. плюс много других заболеваний у людей. Мне хочется принимать в этом участие. И помощь родителям. Вот. Что я себе купил? Не знаю, цепочку, наверное. Вот. Ну, тачку ты хочешь купить очень дорогое. Это рациональная покупка? Мне сперва нужно понять, насколько там страшно. Три секунды до ста. Это очень быстро. Она стоит миллионов 25, мне кажется. Нет? Такая машина. Около... Ну, 18 точно. Да. Гелик. Сколько гелик? 20? Ну, от 15, я думаю, примерно. Ну, типа новый. Там, гид 20-го года или там, 21-го. Да. Какая-то ракета. Хотелось бы ее пощупать сперва, потом подумать. Ну, зачем? Все зависит от настроения. Сегодня у меня прикольное настроение. И я... делаю. А завтра у меня нет... Может, я проснусь, и у меня поменяется настроение. Я не знаю. То есть в теории ты можешь себе позволить машину за 20 миллионов рублей? В теории, да. Ну, не в теории. Ну, да. У тебя есть цель купить квартиру в Москве? Где ты сейчас живешь? Орентуешь? Да. Я это сделаю для того, чтобы мои родители сказали «красавчик». Лично у меня железобетонной цели, с которой я ложусь спать и просыпаюсь, такой нет. Не знаю почему. Возможно, ну, я молод. У тебя большая команда сейчас с тобой работает? Были разные периоды, но на сегодняшний день нет. Было то, что у тебя 10 человек было? Ну, то есть это было достаточно много людей. На сегодняшний день нет. Мы объединили функции, функции. То есть раньше было один человек отвечал за это, второй за это, третий за это. А сейчас... Оптимизацию провел, короче. Да, да, да. Не нужна большая команда, чтобы делать клевые дела. Мне так кажется. Но масштабирование это круто. Ты подписан на продюсерский центр Рустема Богданова? Не подписан, а я резидент. Резидент центра ПЦ? Да, резидент ПЦ. Вот это локация, где мы находимся. Хочу в реку этот проект называется. Мы находимся в локациях для ТикТока. Нужен ли человеку продюсер сейчас? Потому что мы знаем там точку зрения, что продюсер нужен, как это в Блэкстаре происходит. Есть пример там Моргенштерна, у которого нет продюсера. Рустема сыграл феноменальный... Можно сказать, что он твой продюсер отчасти? Ну да, мы же работаем. Ну то есть у нас есть юридические обязательства и так далее. Рустем сыграл феноменальную роль в моей жизни. Я приехал, меня Вова Селиванов, актер реальных пацанов, привез на Маяковку. Там был у них офис на чердаке. Июнь, июнь, вру, май 18-й год. Май 18-й год. Вова меня познакомил с Рустемом. Я задал вопрос, что такое мюзикли? Объясни. И Рустем вот так вот. Ну то есть... Очень похоже, кстати. В шапочке еще. Да, в шапочке возле барчика 12 часов ночи, там, час ночи, он рассказывает мне в часовом монологе, почему это стрельнет, почему это будет работать. И я ему поверил. И клево, что я ему поверил. Вы с ним 50 на 50 сейчас сотрудничаете? Я не могу разглашать юридические вот эти... А ты больше половины получаешь денег? Я не могу разглашать. Ты точно спрашивал у Рустема, он что-то отвечал на это. Ну то, что отвечает продюсер, это одно, а то, что отвечает резидент, это другое, ты знаешь, да? У меня с Рустемом клевые взаимоотношения. Мы прошли вместе три года. Ну вот, летом будет три года. И это классная история, классный путь. Помимо того, что мы как бы партнеры, мы хорошие товарищи. мы в гости друг к другу приезжаем и так далее. Леша, а ты все рекламируешь, что тебе предлагают? Нет. Есть принципы, что я не рекламирую там? Прям какой-то позиции, ну типа принципиальной, нет. Ну я очень легко отношусь ко многим вещам, но история, где обманывают, это плохо. Вот в России хейтят 1xbet. Но 1xbet партнер Лиги Чемпионов, насколько я помню. Мы смотрим Лигу Чемпионов и там, ну, 1xbet или как они сейчас там называются. Может, там есть много внутренностей. Там есть много кэша. Много кэша или... Почему? Смотри, почему Zidane может рекламировать 1xbet? Почему я не могу? Ответьте кто-нибудь на этот вопрос. Никто не сможет ответить на этот вопрос. Если в России, если российское представительство 1xbet играет по каким-то черным правилам и у вас есть доказательства, ладно. Но по факту Лига Чемпионов UEFA, стратосфера, там есть реклама 1xbet. То есть даже к рекламам букмекерских контор я нормально отношусь. Да, это азартные игры, но у человека должна быть голова на плечах. Меня абсолютно удивляет, когда у меня есть в окружении люди, которые заработали очень много денег на подобных проектах. И я с этими людьми вижусь, меня видит их аудитория, кто-то там кого-то кинул, и мне пишет человек Леша, напиши Ване Иванову, чтобы вернул мне 3000 рублей. Я захожу на страничку к этому человеку, а там дядька 35 лет, 40 лет. Иван Иванов в этом плане это плохо. Ну, сейчас я там Иван Иванов в этом плане молодец. Он смог ну, как бы что-то придумать, а человек, который поверил, ну, как-то... Он лох. Ну, как-то... Без лоха нет жизни. Ну, типа... Я однажды разговаривал с одним человеком. Злоха жизнь плоха, выражение, знаешь? Вот к вопросу про это. Я однажды разговаривал с одним человеком, который подобным занимается. И там я ему говорю, а ты как вообще спишь? Ну, нормально? Ты же понимаешь, сколько людей ты оставил без денег. Он едет в машине, поворачивается и говорит, если я его не киню, его кинет кто-то другой. Поним? Ну, типа... Ну, они к этому так относятся. Наверное, как к работе. Ну, ты бы смог вот так вот жить? Нет. Нет. Рубль должен... Каждый рубль должен приносить тебе удовольствие. Ну, рубль должен быть, как бы, чистый. Типа... Тебе не должно быть стыдно за это. У каждого свои взгляды. Когда мы делали большой выпуск про ТикТок, вот здесь ссылка на него, можете посмотреть, ты нам туда записывал видеоролик на детской площадке, где говорил там, упоминал имена великих там громких бизнесменов и говорил, что ты тоже хочешь попасть и попадешь в этот главный список Форбс. Лёг Савко на связи. Третий в списке среди ТикТокеров. Пуф, детский лепет. Я войду в список самых богатых людей России. Как ты собираешься это сделать? Именно поэтому я больше не ТикТокер. Именно поэтому я в своё время начал много пытаться изучить, что такое бизнес, как устроен бизнес, как из рубля сделать два, из двух четыре и так далее и тому подобное. Мне, я считаю, что у меня есть ещё определённый запас с точки зрения возраста. Нужно во многих вещах разобраться. Вот это и есть саморазвитие. Это и есть саморазвитие. Это круто. Дай бог я туда попаду. На что ты смотришь? На какую нишу? вокруг развлекательной индустрии, вокруг медиа или, может быть, ты видишь потенциал в чём совершенно другом? Видеоконтент, то есть видеопроизводство. Мне очень интересен рынок мобильных приложений. Я в нём не понимаю, но я хочу попробовать. Я хочу попробовать обучиться, изучить, нащупать, как это работает. Если, например, через какое-то время вы будете делать «Пригласите меня как человека, который выпустил какую-то феноменальную приложуху, которая наделала шума, это будет круто». Но это не стоит прям цель номер один. А ты смог бы в Беларуси карьеру свою построить, такую, как здесь построил? Очень много примеров людей, которые смогли. Влад Бумага, Влад Бумага, Макс Корж, ЛСП, Олег ЛСП, Айова, Рита Дакота. Понимаешь, просто я уехал из Беларуси не потому, что что-то там... Плохо. Бедные люди. Не потому, что там что-то мне не нравилось. Я с ума сошел по Москве. Мне невероятно нравится масштаб Москвы. Мне невероятно нравится... Вот, например, мы сейчас записываем уже часов там 11 условно вечера. В Беларуси в это время уже люди там дома отдыхают. А я был другой. Мне комфортно с точки зрения существования, с точки зрения жизни в Москве. Мне здесь нравится вот это. Но ты патриот Беларусь при этом? Безусловно. Открой любое мое... Ну, вбей там меня, в гугле там где-нибудь и там везде есть привязка, что я беларус. Хотя есть определенные мои коллеги из медиа, которые по каким-то причинам этого стесняются. Но миллиардером там стать невозможно, долларовым. Нет. Все-таки там. Нет, подожди. Там очень много миллионеров долларов. Но это в основном IT-сектор, да? Да нет. Сети и интернет. Да нет. Там есть свои определенные рублевки, где живут... Где тоже коттеджи, где большие тачки. То, что было в Беларуси в августе протесты для тебя лично больно, как и для беларуса? Я хочу, чтобы все было супермирно, чтобы все были люди счастливы, чтобы всем было комфортно. Я искренне верю в то, что скоро все будет клево, всем... Все поменяется, да? Всем будет хорошо. Какие ты себе качества выделяешь? Сильные. Это достаточно неплохо там в 23 года четко понимать, что ты можешь позволить себе машину за 20 миллионов рублей, при этом ты не из богатой семьи, вот рассказал столько всего, ты делал руками и в поле. Это все-таки серьезная такая дистанция, я считаю. Какие главные качества? Вера, целеустремленность, терпение. Как побороть комплексы стеснения молодым девушкам, мальчишкам, парням, взрослым мужчинам? Как вот это стеснение в себе побороть? Подожди, стеснение в каком плане? Замкнутость вот... Есть очень много тренингов актерских. Стеснение... твои, твои, твои правила какое-нибудь есть? Нет, подожди, стеснение работы с камерой это одно, а комплексы это другое. Давай комплексы разберем, не всем нужно работать с камерой. Давай комплексы. У меня просто как было, я оказался на самом дне, где было холодно и голодно и одиноко. Вот. Всем людям я... Ну, не советую пройти этот путь, который прошел я. Типа, знаете что, окажетесь... Покупайте мой курс, да, я был на самом дне. Я был на самом дне. Это плохая идея так советовать. Слушай, ну каждый человек прекрасен. Каждый человек прекрасен. Ты полная девушка, ну у тебя... Ты полная девушка и смотришь на невероятно красивую Оксану Самойлову и думаешь, ну вот она-то женщина, а я нет. Да нет. Ну нет. У каждого человека свои плюсы. У каждого человека свой какой-то изюм. Каждый человек индивидуально. Абсолютно. И вот нужно найти, оно очень глубоко, ну внутри, психологически нужно найти, чем ты хорош, почему ты клевый. А каждый человек клевый. Нет у меня секрета, там, рецепта, как вам побороть комплексы. Но вы должны понять, что вы клевые люди. Если вы какие-то необычные, нестандартные, это не говорит о том, что вы плохие, что у вас нет шансов на что-то, чем у кого-то другого. Нет. Шанс есть всегда. Дай какой-нибудь совет нашим зрителям напоследок, как вот самореализоваться в жизни, даже если там стартовая точка, как у тебя, оказалось бы совсем не предвещающее то, что ты станешь миллионером или там станешь знаменитым. ты должен четко понимать, что дальше. Ты должен четко, ты должен хотеть больше, чем другие. Ты должен верить больше, чем другие. Если говорят, что ты псих, вот когда ты рассказываешь про свои желания, говорят, что ты псих, ты молодец, у тебя все получится. Вера, верить больше, чем другие, целеустремленность, терпение может не получаться очень долго. Очень долго. Люди сдаются за шаг до успеха. Это факт. Работоспособность. Ты должен работать больше, чем другие. Тебе звонят мамы детей инвалидов. Да. Однажды мне написали сообщение. Алексей, здравствуйте. Вот самый такой уникальный случай. Алексей, здравствуйте. у меня есть сын, у него, я до конца не понимаю, как это с точки зрения медицины, значит, у ребенка что-то с лицом. Либо ожог какой-то очень высокой степени, либо с рождения что-то. То есть, он выглядит не так, как все. У него очень много комплексов. Он закрыт дома, то есть, он плохо, ну, не хочет выходить на улицу, он плохо коммуницирует с товарищами, со сверстниками и так далее. И он смотрит меня. Он большой мой фанат. Она мне предлагала деньги, чтобы я созвонился. Когда я прочитал, я сперва не понял ничего, что от меня хотят. Когда я прочитал второй раз, у меня волосы, знаешь, когда холодно, они вот так вот встают дыбом прям. Я ощутил что-то, ну, какую-то значимость, клевую значимость, что я, многие говорят как, что ты снимаешь какую-то херню, там, бегаешь туда-сюда. Вот эта вот херня, которую я снимаю, как вы говорите, помогает людям раскрепощаться и так далее. Мы с ним созвонились за 0 рублей. И мне постоянно пишут там, вот буквально недавно там девочка Я видел свое интервью с какой-то маленькой девочкой на ютюбе. Звонила тебе по скайпу совсем лет 10 может быть. Она говорила, написала всем известным тиктокерам, но только Леша совко отозвался. Это за 0 рублей. И она, кстати, про Форбс говорила тоже. А ты сказал, что не все в деньгах измеряется. Не все. Уровень счастья не зависит от количества денег. Самый клевый период в моей жизни за время Москвы был период, когда ты пустой, бегаешь по всей Москве, веришь в свою идею, в свою финальную точку и живешь этим. Важный момент существовать и жить. И вот это начинается из головы. Ты либо существуешь, либо ты живешь, либо ты проживаешь эту жизнь. Ярко или в черно-белых тонах только тебе решать. И никто меня в этом не переубедит. Нет таких людей, которые меня переубедят. Самое клевое, что есть популярность, которая у меня появилась, это давать позитив людям. Это получать вот этот фидбэк от родителей, детей, инвалидов. Да, я инвалид. И круто, что инвалид все время повел за собой людей, которые его узнали, на него начали смотреть и начали как-то, а, если этот чувак мелкий и он там нормально с девчонками везде коммуницирует, ну, скорее всего, и я могу. Он же может. Почему я не могу? Размышляет мальчик, проживающий в Омске каком-нибудь, закрыт в квартире, находится в квартире, не выходит за пределы этой квартиры. Это круто. Это круто. Есть идея про проект, связанный с инвалидами, пока не получается ее реализовать. Это социально-благотворительная история, на которой я заработаю ноль рублей, но когда я это сделаю, это будет круто. Это будет круто, потому что я поменяю мировоззрение очень многих людей, отношения многих людей. инвалид это человек. Леш, сейчас надо чисто в твоей манере попрощаться с нашими подписчиками, сказать, чтобы они подписались на наш канал, поставили лайк, написали коммент. Значит, смотрите, ребята, попробуем сделать определенную магию. Давайте поставим столько много пальцев вверх на данный выпуск, чтобы Ярослав был удивлен максимально. Вот просто палец вверх, приятные комментарии, расскажите о себе, о своей жизни, чем вы занимаетесь, расскажите, что вам понравилось в этом интервью, расскажите, что не понравилось в этом интервью. У нас погас свет и главное, если в вашей жизни иногда гаснет свет, помните, свет всегда есть в конце темного тоннеля. Никогда не сдавайтесь. Живите, но не существуйте. Живите ярко, громко. Шагайте вперед, только вперед, только наверх. Берегите себя и своих близких, всем здоровья, всем обнимашки. Пока-пока-пока, это был Forbes Digest. Это был Forbes Digest. Yes! Игорь Негода Игорь Негода